Время ретрита Время ретрита Время ретрита Дорогие друзья, хочу вам сказать, что очень важно подписаться на мой официальный канал в YouTube, поставить лайк, комментарий, задать вопрос. Мои помощники обязательно ответят вам. А также очень важно поделиться этими лекциями с другими людьми, потому что таким образом вы поможете мне в распространении знаний по всему миру. Надо перед началом молитвы сказать, вот здесь вот, ну спокойно сказать. Не надо потом напоминать. У Бога нет атеросклероза. Он все запомнит, все сразу. Вот вы скажете, это для сына или для дочери. Все, дальше будет для дочери вся молитва. Можно делать даже для Папы Карла, если хотите. Вот для любого человека. Для кого хотите, для того может быть молитва. Вы просто говорите, это для него, даже для того, кто уже ушел из жизни. Серьезно, да. И все, и дальше туда пройдет молитва, будет помогать. Во время молитвы нельзя никого вспоминать. Только славить Бога, думать о Боге. Можете вспоминать икону, можете вспоминать Тору, можете вспоминать звезду Давида. Вспоминайте все, что связано с Богом. Святых людей можете вспоминать. Не надо вспоминать своих родственников. Не надо думать о тех, кого молятся. Только начали думать о тех, кто молятся, сразу все, молитва заканчивается. Вы сами думаете, Бог не будет помогать. Славьте Господа, думайте только о нем, никуда не отвлекайтесь. Если почувствовали, что благодать Божья пошла, у всех ауры, сердце хорошо стало, на это тоже не отвлекайтесь. Постоянно слушаем тех, кто молится, благодарим. Слушаем, благодарим. Слушаем, благодарим. Все, больше ни на что мы не отвлекаемся все время. Если человек начинает что-то свое думать, молитва закончена. Если он начинает балдеть, молитва закончена. Если он начинает слишком сильно обращать внимание на ощущения в теле, молитва закончена. Слушаем, отдаем. Вся молитва, понятно? Вот этим мы занимаемся. И когда Бог помогает, когда мы о себе забыли, тогда Он помогает. Как только мы сами о себе думаем, в это время Он не может помогать, потому что мы туда зашли в сердце. Сердце может быть или Бог, или человек, одно из двух. Если мы отвлеклись и слушаем, то Бог там в сердце. А теперь вот что я хочу вас попросить. Сейчас все начинаем вместе повторять, вот просто пока мы еще места не занимаемся, просто все повторяем вместе. Братья. Аллилуйя. Кого сильнее слышно? Меняли музыку? Одинаково, да? Слышно? И меня, и их одинаково? Да. Или чуть-чуть сильнее музыку? Да. Да? Музыка должно быть хорошо слышно. Значит, смотрите, когда повторяете Аллилуйя, и у вас не хватает воздуха, можно на Аллилуй один вдох делать, и на Я делать второй вдох. И всегда, когда вы вдохнули, с нами синхронно соединяетесь. Не надо повторять в своем темпе. Допустим, мы все повторяем Аллилуйя, а вы что-то еще, ну там как бы, вы в диссонанс со всеми входите и мешаете. Понятно? А теперь на старт, внимание, марш. Я извиняюсь, не сказал про пальцы еще. Значит, можно вот так вот пальцы делать, это увеличивает концентрацию внимания. Можно вот так, это дает возможность не устать. Вот так вот. Можно вот так, это дает уверенность. Можно вот так, это увеличивает на речи и на памяти концентрацию. Можно вот так вместе две делать, или вот так вместе две делать. Если вы всех задолбали, можно вот так вот. Все, поехали. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон 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 Субтитры подогнали Субтитры подогнали Субтитры подогнали Субтитры подогнали Симон 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 Субтитры подогали Субтитры подогнали Симон 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 Давайте проанализируем. У кого в сердце появилась лёгкость под девять рук? У кого, наоборот, тяжесть появилась? Вот здесь камень. Это значит, что у вас начинается плохой период какой-то, выходит изнутри тяжёлая судьба. Этот камень теперь надо промаливать. То есть вы вытащили тяжёлую судьбу, её теперь надо убирать. Называется предвосхищение событий. То есть вы предчувствовали, предвосхитили тяжёлую судьбу. Кто из вас почувствовал благодать Божью, чистоту, счастье? Так, хорошо. Когда лежали. Когда лежали, хорошо. Так, это тоже уже неплохо. Кому стало плохо время ретриста? Что вы делали? Сел. Сел, ага, хорошо. Надо расслабиться в это время, не выходить. Просто остаться. Вот. У кого ангелы, кто видел ангелов? Он доставника, и ангелы видел. Угу. Хорошо. Кто из вас понял, как надо молиться? Теперь разобраться. А можно закрыть? А? Еще 10-10. Как? 26 рублей будет? Так, для этого не выйдет. Многовато для вас, да? Ну, нормально, да. Вы используйте это как можете. То есть, у вас очень сильное статическое напряжение. Вам надо в водичке сначала сидеть. Нужно сначала начинать потихонечку. Кто-то... Мы сегодня попробовали по максимуму. Вот как вообще побеждать судьбу? Вот по максимуму. У нас был ретрит. Так, куда-то так не надо. Я говорю. Куда-то так не надо. Я говорю, все молчат. Значит, сегодня мы попробовали со всей силы. Вот как бывает вообще. Дома пробуйте, как можете. Вам нужно было получить опыт победы над судьбой. Вот кто из вас, допустим, простил человека. Вот чувствуете, прощение пришло в сердце. Это называется победа над судьбой. То есть, приходит время, и раз, хорошо становится, легко на сердце становится. Вот это то, что мы сейчас делали. Вот такие ретриты есть онлайн. Можно... Конечно, онлайн это не так, как сейчас. Потому что есть энергия силы, а есть энергия памяти. Онлайн память остается, силы нет. Ну, то есть, сила вот здесь, мы почувствовали силу. А онлайн будет только память. Но онлайн можно в Ютубе... Вот ретриты победы над судьбой. Берете в Ютубе, находите. И настройку слушаем, потом дальше. Можно без настройки, если вы уже все знаете, включаете сам ретрит. Там может быть Аллилуйя, может быть Аль-Харду-Лилия, может быть Ом, может быть Харирама. Ну, еще четыре вот варианта у нас есть. Есть еще вариант «Я желаю всем счастья». Вот такие вот варианты у нас есть. Да? Вы участвовали в ретритах онлайн. С вами это было 5-6 назад. Сейчас они проходят в такое время, что у нас совсем не получится. Не получается. Может быть, можно... Специально для вас ретрит, это для Америки. Вам все? Вы намолились или нет? Да? Нормально все? Супер. А что вы убежали у нас? Куда вы? Дочки? Да, там она попросила. Извините. Ага. Хорошо. Ладно. Сознание никто не терял? Нет. А? Я почти вырубал. Почти вырубал. Ну, вот это так действует очень большая энергия. Энергия, сила. Вот, смотрите, сейчас, сегодня вечером, завтра утром постарайтесь отдохнуть побольше. Очень важно понять, что вы сейчас наехали на судьбу, а в ближайшие часов 10-20 она на вас наедет. Как это бывает? Это бывает так, что неожиданно вы начинаете скандалить с кем-то или неожиданно начинают на вас наезжать. Ни с кем не выясняйте сегодня-завтра отношения. Ничего не доказывайте, ничего никому не говорите, потому что это очень опасно. У вас психика сейчас очень устала, истощена, и нужно поберечься. Вот сейчас вы чувствуете себя хорошо, но к вечеру будет усталость, сильная разбитость. Может быть, побольше надо отдохнуть. Завтра, напоминаю, у нас будет с утра, в 11 часов утра у нас будет онлайн, на котором вы можете присутствовать. То есть я буду общаться с всем миром, а вы просто подслушивайте, пришли подслушивать. И это уже не для вас будет лекция, но она будет очень глубокая. Это будет лекция по глубоким взаимоотношениям с Богом. Такие скровенные такие вещи будут рассказываться. Что такое взаимоотношения с Богом, чем его едят, все прочее. Как это применимо в разных традициях духовных. Вот. Завтра можно всем прийти, это все поместятся. Вот. Адрес у вас есть, да? Да, да. На бумажках, которые мы раздавали, такие цены зелёные, там сверху они 790, 2,21. На 2,21. Приходим, приходим. Вот смотрите, очень важно понять, что когда я онлайн начал, нельзя заходить, кудахтать, там, понимаете, всё слышно. Поэтому приходите хотя бы без 15, чтобы все уже были, чтобы разделись, расселись. То есть приходите чуть пораньше, потому что если вы будете опаздывать, вы будете там шуршать, ходить, мешать, короче. Я буду делать замечания, да? Ну вот смотрите, у нас есть два проекта онлайн. У нас есть онлайн «Школа счастья» называется. Это онлайны такие для продвинутых. То есть читаются лекции, потом дальше вы с наставниками работаете всю неделю, и общаетесь, и развиваетесь, дружитесь друг с другом. То есть вот такие как бы продвинутые. А есть онлайн «Благость» называется. На этих онлайнах я просто читаю лекции очень узкой специализации, которые, ну, как бы я в таких широкой аудитории не даю такие материалы. И вот эти онлайн «Благость», они выкладываются именно в этом проекте «Онлайн Благость», которые там участвуют, для участников выкладываются, тем, кто оплатил это участие. Там небольшие деньги для Канады, это просто ноль. Вот, можно в онлайнах участвовать раз в неделю, в субботу и воскресенье раз в две недели, вот эти онлайн «Благость» проходят разные-разные темы. Вы можете приходить в клуб «Благость» вместе смотреть, тогда я вас буду по зум видеть. Или можете смотреть из дома, тогда я вас не буду видеть. Ну, соответственно, если я вас вижу, вы можете вопросы задавать там и так далее. Вот такая информация. Вот все фрукты, конфеты, цветы, которые здесь сейчас стояли во время этого рекрита, они обладают той же силой, что и сам рекрит. Поэтому можно мандаринчик сказать, скормить своему дурачку, и как бы он станет умнее. Вот, можно ребёночку скормить, который там плохо себя ведёт, и он будет вести себя лучше. То есть это очень сильная энергия, она будет помогать. Поэтому относитесь с уважением к тому, что пропитана энергия Бога. То, что вот сейчас вот зарядилось. Какие у вас вопросы по тому, что произошло, прямо сильно хочется узнать. Вот, что вы не поняли. Да? Подождите, моя хорошая, ручки поднимаем. В конце, когда музыка запела. Потому что, я сейчас объясню. Когда был ретрит, то через вас шла очень сильная энергия. И для того, чтобы потом дальше жить, нужно эту энергию выпустить наружу. И выпускается она с помощью вот такой детского голоса, чистого такого. Когда начинается такая песня, то сразу же всё выходит наружу, то, что накопилось. И поэтому вот так слёзы, сопли, пошло всё наружу, потому что у вас накопилась энергия, её надо выпустить, иначе потом вы будете бросаться на встречный такси на дороге, когда выйдете. Зевание такое же? А? Зевание-то не пробивается. Это не пробило. А когда слёзы, это значит пробило. А танец? Задеваешься, да? Танец, это тоже, да. Всё это счастье. Чтобы всё это выпустить, музыка для этого. Жарко стало. Ну, что вы хотели записать? Ну, тот же вопрос был. Почему началась истерка? Да. Всё вышло наружу энергии, да? Олег Иванович, если очень беспокойный ум, и как вы всегда говорите, в лекции, в лекции, это не может отречься. Ну вот сейчас вы беспокоились или нет? Или нормально было? Не могу. Вы смогли? Нет? Мои хорошие, вы знаете, я такую вещь. Ум — это и есть судьба. Вот беспокойный ум означает, судьба сильнее вас. Надо тренироваться, делать всё, что я говорю. Очень внимательно слушать тех, кто молится, внимательно настраиваться на святых, внимательно прославлять, благословлять, то есть стараться думать о Боге, о святости. И постепенно вы научитесь. Как только вы научитесь славить Господа, сразу же судьба успокоится внутри, и океан ваших мыслей превратится в маленькую лужицу от терячего копытца, так, как в Веде говорится. Ну, то есть всё уменьшится, все эти проблемы уменьшатся. А память о Боге увеличится. Понятно, как это работает? Теперь, организаторы, у нас через сколько времени нам отсюда надо сваливать резко? Мы попросили ещё дополнительное время. У нас есть час. Чё, подожди, полчаса, скорее. Полчаса. Гуляем на все, да? Вангарин, как вы, может, покидаетесь? Конечно, да, однозначно. Ну, давайте, задавайте вопрос, прийти туда. Скажите, пожалуйста, головокружение после того, как закончили, как было? Это тоже энергетическая перегрузка идёт. Энергия, когда сильно, то крутит человека. Поднимите руку. У кого вот, ну, крутило как бы вот такое, вот, это перегрузка энергии. У кого было чувство, что как будто вас вытягивает там, или расширение какое-то пошло там внутри сознания. Это всё перегрузка. Это всё значит, что энергии слишком много. Тошнота. Тошнота тоже перегрузка. Это блок. Вот блок пошёл, пошло там, там. Тоже это блок, да. На каком-то время началось это. Это блок. Сразу, значит, перегрузка пошла. Энергетическая перегрузка пошла. Это блок. Да. А скажите, с этим ли чакры тоже чистятся, да? Чакры, знаете, что такое чакры? Это энергетические подстанции, как трансформаторные будки. Вот энергия заходит в организм, и она должна перестраиваться в соответствии с потребностями организма. Для этого чакры вот предназначены. Вы из-за на них блоки с этим тоже выходили? Да, всё лечится внутри. Да. Я стояла на ней витрида, и у меня достаточно быстро затекли ноги, потом где-то посередине было очень сильное жарко, но ноги так и остались затёкшие до самого конца. И это очень было бы такая сильная... Вот, значит, в ногах болезни. Надо, значит, понимать это, что надо статику прорабатывать, четыре раза в неделю делать статические упражнения, и где-то через восемь-девять месяцев блоки пробьются, и ноги начнут лечиться. Вот это, значит, энергия пробивалась, значит, нормально. Вообще, когда закрылась глаза, и такое облако погружает, и одно облако очень тёпко-сиолетовое, такое розовое, и оно всё равно такое грубо. Это ваше видение тонкой реальности. Лучше туда не погружаться, иначе вы забудете, что надо Богу подслаблять, будете облака смотреть только свои. Да? Восемь месяцев прорабатывать одно как бы прорабатывать? А? Одно можно восемь месяцев прорабатывать, или их надо как-то менять каждую неделю? Хороший вопрос. Надо прорабатывать одно положение. То есть восемь месяцев прорабатываем стоим, да? Лучше прорабатывать одно, но четыре раза в неделю стоять не надо, это будет сильная перегрузка для организма. Прорабатывайте два раза в неделю одно положение тела, а в остальное время другие положения тела делайте. То есть два дня так пройдёт? Но смысл заключается в том, что если человек одно и то же делает, оно прорабатывается быстрее, его дело потом легче становится, и надо всегда начинать с самого лёгкого положения тела. Вот выберите то, которое легче всего, его проработали, уже вообще не трудно, потом следующее. Я вот по зубам бочки проработал, начал в алмазе сидеть. Сначала три раза, ну, по 20 секунд прерывался. Сейчас вообще не прерываюсь. Ну, то есть научился сидеть в алмазе полностью, постоянно, за год. Вы просто договаривайтесь с Богом. Вот, допустим, постояли 13 минут, говорите Богу, следующие 13 минут давай дальше будем чистить. И будет дальше всё. Шутка. То есть надо, чтобы получалось, потому что, ну, вот смотрите, допустим, у вас блок на четвёртом слое психическом, статический. Он связан с головой, с позвоночником, вот эта усталость в голове, позвоночник, шея болит. Если не будете 52 минуты стоять, это не вылечится. И вот можете сказать, у меня нет времени или есть, от этого ничего не меняется. Вот, допустим, если у вас свидание, допустим, назначено, вы не думаете, есть у вас время или нет, потому что сильно надо. Бежите на свидание. А если блоки чистить, то нет времени. Кушать есть время, какать есть время, писать есть время, блоки чистить нет времени. Телевизор смотреть, интересный, любимый сериал «Есть время». Блоки чистить нет времени. Вы понимаете, там как бы в реанимации всем рады. Или чистим блоки, или в реанимацию. Док говорит, доктор, я жить-то буду, но я бы вам не советовал. Если не хотите чистить организм, значит, я бы вам не советовал. Ладно, да. Вот смотрите, индивидуально, если хотите, то есть есть диагностика, личная диагностика у доктора Тарсунова. То есть оплачиваете там сколько, я не знаю, 300-400 канадских долларов. А? 382. Вот, говорят точно. Я вам все блоки отмечаю. Где, чего, карту вам рисую, вашего психического тела. Она на всю жизнь останется такой. Потом мои помощники вам рассказывают индивидуально. И целый месяц вам говорят. Вы, допустим, говорите, у меня пупырышек вырез. Они говорят, надо делать то-то, то-то. О, хорошо, пупырышек залез. Потом вырез в другом месте. И так целый месяц вы спрашиваете, задаете вопросы, и вам будут отвечать, если индивидуально. А если вы сами пытаетесь все понять, тогда читайте методичку и все делайте. Там, в принципе, все написано, как надо делать. Ну, да. Начала руку поднимать. Это большой прогресс уже. После ретрита. Стала смиренна, да? Плохи все. Я хотела спросить, ну, после, где-то на половине ушел запах ацетона со рта такой, но потом прекратился. Время выдохи, я... Это опасность диабета. Это значит, что резко повысился сахар в крови. Надо быть внимательным, поисследовать поджелудочную себе сахар, проверить. И не обжираться на ночь. Пожалеть холодильник. Потому что диабет возникает от вечернего питания. Еще по ретриту какие вопросы есть у вас? Да? Очень серьезный момент. По поводу чистки. Вы говорите, что нужно четыре раза. Вы имеете в виду, что на пять психических цилиндров можно четыре раза в неделю делать? Нужно. Потому что, вот, я помню, проходило учение бег и бег и молитва, да? И наставники говорили, что бегать один психический цилиндр, ну, грубо говоря, в неделю, да? Не-не-не, это бред. Вы не поняли. Можно на пять психических? Надо в неделю на пять раз, на пять слоев. Вы не правильно поняли. На пять слоев раз в неделю. Как часто? На пять слоев раз в неделю. А, и все. А вы говорите, что четыре раза в неделю? Статика. На пять силиндров можно четыре раза в неделю? Статику надо чаще, да. Пост вообще раз в две недели на три слоя. А если на все пять, то раз в месяц. Ну, то есть, каждая чистка имеет разную скорость. Да. То есть, опять же, вы говорите, на пять психических цилиндров статик можно делать четыре раза в неделю. Да, нужно. А динамика уже один раз в неделю? Да. Ну, потому что после динамики организм очень медленно восстанавливается. Вот, допустим, вы четыре часа ходили. Это раз в неделю. Только четыре дня будет все восстанавливаться после этих четырех часов ходьбы. Я вот пробежал сегодня два часа, у меня полтора килограмма улетело сразу. Понятно? Очень сильная нагрузка на организм. Ну, что, внутри облегчение есть? Чувствуете вот так хорошо? Видите, вам даже ничего спрашивать. Вы сидите. Вам хорошо стало все? Ну? А есть такое покалывание в глазах? В глаза лечились, значит. Вот, допустим, пробежали вы сегодня, кто ходил, бегал, там геноид, там и лечится. Вот что-то болело, это лечится. Вот. Так же тоже здесь, вот вы что-то стояли, там сидели, все, что ныло, болело, это все лечится. Все идет лечение. Организм лечится. Понятно? У меня ничего не болеет, не ныло, потому что у меня все вылечилось. Ну? А если вот так, то есть, то есть, то будет энергия? Это перегрузка энергии, слишком много энергии, значит. Нагрузка большая, слишком. На организме. Скажите, ты стараешься ровно, а потом вы присядете? Да, 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 перегрузка. Сильная нагрузка на организм. Ладно, мои хорошие, я чувствую, что вы уже все спросили, но цель какая моя была, чтобы вы попробовали. Пробежечку попробовали, кто хотел. Водички посидели, кто хотел. Остальные все посмотрели, как это происходит. Давайте возьмем интервью у девушки. Расскажите, сядьте, расскажите, как вы все чувствовали. Она залезла первый раз в ледяную воду, полтора градуса, это прорубь. Она сейчас будет рассказывать, как она залезла, как она сидела, что потом дальше, мы куда пошли, и что произошло. Давайте рассказываем. Добрый вечер, спасибо всем за компанию. Это волшебно. Ну, я не собиралась залезать воду, честно сказать, но в 4 утра почему-то решила одеть купальник и ехать. приехала, и я не смогла бегать, я ходила. В воду очень боялась заходить, наверное, за час уже боялась, но очень много было поддержки от девочек, все говорили, что все, Олег, Геннадий, здесь все будет хорошо. Но на самом деле я вот к сепот начался, начались от Северна, я сплю по 3 часа в день, я думала, что я истощенная, я уставшая, я изможденная, но после того, как мы зашли в воду, конечно, холодно, не буду никого поднять за упустение, но... Холодно, то есть у нее, у нее, они полностью перестали чувствовать пальцы в ногах, и ну, как бы она не чувствовала вот нижней части ног. да, я даже не могла в коске обратно, и в ботинке очень тяжело, потому что просто не было чувствительности в ногах, а потом поехали в сауну, меня трясло просто крупной трощей, меня трясло, я даже немножко думала остановиться, потому что даже за грудью было держаться, чтобы не подбрасывало, вот, потом мы зашли в сауну, подержали на горячих камнях, все прошло, ноги отоглились, все пальцы на месте, и с тех пор ощущение, как будто вот я просто родилась заново, то есть энергии куча, хочется поделиться со всеми, встретила свою соседку, привела ее на семинар, потому что не могла не рассказать, не могла не поделиться, как это было восхитительно, просто вот она здесь, это большая, я очень благодарна вода. Видите, вода милостивая среда, то есть даже если у тебя там все перемерзло, ты потом идешь в сауну, у тебя все отогревается, и это как за... ну, она энергетически лысала сильнее в два раза после этого купания, то есть у ней, если она в следующий раз туда, в эту ледяную воду залезет, она уже пойдет, как все, домой, она не будет бояться, и будет легко уже, вот, и потом опять в сауну, опять то же самое, все, можно делать раз в неделю такие процедуры. Самое главное не бояться, через пять раз уже вообще будет просто сильная потребность это делать, и это никогда не помешает, это никогда не перегрузки никакой не будет, это только омолаживает и приносит счастье, все, такие вещи. Это после разогрева генизма надо делать, да? Можно и без. У меня в Москве, допустим, бегает со мной, 60 человек, потом 30 из них залазит в прорубь и сидит там, девчонки залазят первыми. последний раз, я когда залез в прорубь, девчонки залезли, я не успел раздеться, короче. Они залезли, посидели там, потом я в прорубь залез, сижу, поворачиваю, смотрю, одна девчонка рядом со мной это, приплывала. Я говорю, ты же уже сидел, ты что здесь делаешь? Она говорит, я захотел с вами, Олег Иначе, еще. Второй раз, конечно, полезно, во втором кругу. То есть люди вообще, то есть, очень мощно, ну, прокаченные. То есть бегают, девчонки бегают в моем ритме, представьте, вот они бегают 17 километров со мной, сидят в проруби, мальчишки, девчонки все, мальчи там говорят, быстрее вылазьте, так нельзя долго. Мы говорим, мы мальчи, мы тюлени. Мальчишки.